Теперь мне понятны многие вещи и события прошлой жизни, в котором до сих пор я не находил объяснений. Оказывается, кратчайший путь до другой точки – это вовсе не прямая, как воображают люди. Кратчайший путь до другой точки – это вовсе не прямая, как воображают люди. Ну, многие, казалось бы, случайные и вовсе необязательные события нашей жизни, порой коверкавшие зигзагами её по-человечески желательное течение, оказывается, вырисовывали нашу судьбу согласно воле проведения, для которого кратчайшее расстояние между двумя точками, точками эволюционного роста нашего сознания – вовсе не прямая линия. Это так, наверное, у каждого. Если говорить о себе, то многое в моей жизни внезапно менялось. Менялось, казалось бы, вопреки моей воле. Страшное желание по окончании школы поступить в Московский физико-технический институт и стать физиком-ядерщиком или астрофизиком так и не осуществилось, хотя я окончал школу с физическим уклоном. Физику я знал, мне было интересно, это вообще моё всё. Я и сегодня к ней отношусь нормально, и временами впадаю в такой физический запой. Большое количество литератур, интересные вещи, мне нравится это. То я с Шаляпином где-то могу месяц или полтора быть рядом, потом с физикой. У меня метания такие, не просто метания от одного к другому, а с полным интересом. Я обязательно что-то оттуда черпаю. Так не бывает. Просто так, чтобы что-то у меня увлечение было на один вечер. Сейчас читаю совершенно замечательную книгу «Люди, природа, монастыри». То есть фантастическая книга с иллюстрациями. Вот «Монастыри, природа» написана авторами феноменально просто. По утрам это хороший зелёный чай, и эта книга, в общем-то, отдых. Полтора-два часа я отдыхаю. Имею право. А потом всё равно велосипед, и это потом. А до этого… Вот я советовал мужикам особенно всё-таки прочитать книгу Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Прочитайте. Там о войне, вот вся правда о войне. То есть человек в 1946 году выпустил книгу и получил за неё сталинскую премию. Сталин читал эту книгу. Вот «Правда о войне». Потом стали её затушевывать. Потом, но по свежим следам, это правда живая. Поставили по этой книге фильм, по-моему, он «Солдата» называется. Ну, фильм я… Это там канва сохранена, но нужно книгу читать. Там столько нюансов в отношениях между людьми, командирами, подчинёнными. И вот всё такое, война на переднем крае. Это, ну, боевые столкновения. Потом где-то на 100-150 метров отходят к Волге. Там уже тыл считался. Представляете, 150 метров от Мамаева кургана, к тылу. Там своя жизнь. Вот, просто чтобы познать, что такое война, была настоящая война. Вот, давай, надо прочитать эту книгу. Виктор Некрасов, «В окопах Сталинграда». Вот. Я её сразу не читаю, я её берегу, я в поездках её читаю. Ну, берегу, её надо дозированно читать. Так же, как Платонова. Дозированно. Так что я вот хотел стать страстно физиком, но моя мечта так и не осуществилась. Сам не знаю, почему. Недели за две. До подачи документов в этот вожделенный институт, я неожиданно, прежде всего для самого себя, решаю поступить в медицинский институт. Вот, вы можете себе представить. Вот, решаю поступить в медицинский институт. Медицинский институт от физики в медицину. Это вообще вот, ну, всё. Я понимаю, что там проблем, у меня это сам, тем более, с медалью сдать, вот там физику, там физика была и химия, сдать мне вообще ничего не стоило. То есть, считай, что я поступил в медицинский институт. И почему-то вот туда, почему-то во второй, в Московский медицинский институт, потом, как оказалось, для того, чтобы встретиться с женой, там с будущей, ну, там вот всё, вот, ну, с подходящей мне, для проработки кое-чего. Вы поняли, да, вот там только. В первом медицинском вряд ли бы я встретил такую, ну, мне подходящую. Не хочу вы на меня смотрите. Там же вот всё настолько переплелось. Почему? Потому что мой одноклассник туда тоже поступил на два года позже меня, он два года мне познакомил меня с моей будущей женой. Вот и всё. Видите, как всё вот так переплетается. Вот, ладно, поступаю туда и, соответственно, да, решаю стать великим хирургом. Такая мечта. Великим хирургом. Непременно великим. А что, быть просто хирургом? Ну, великим же надо быть. Ну, теперь я прекрасно понимаю, что стань физиком. Я бы имел холодное физико-математическое мышление, и строил бы математические модели Вселенной, человека, совершенно не подразивая о том, что за этими бездушными моделями теряется живая жизнь и живой человек. Мне нужно было с живым человеком столкнуться. Понятно? То есть прописано было по программе. Ничего не поделаешь, что я мог сделать? Отдался в руки судьбы. Ладно. Затея стать великим хирургом тоже вскоре провалилась. Я внезапно понял, что врачевание тела – это не моё. Бабли и все капризные, как только мы стали с ними сталкиваться, они ноют, капризничать. А вот медицина – мёд твоих. Там как-то всё тихо, всё пристойно, молчат. Видите, вот тоже как-то меня круто повернул. Другое направление. То есть я познал, что такое смет, причём в разных вариантах и в больших масштабах. Мне нужно было окунуть вот в эту медтвечатину, чтобы понять, что вот так жить больше нельзя. Пора перестать умирать. Мне надо было всерьёз вот в этом плане как бы вариться. Понимаете, вот тоже как-то неожиданно. То есть я иду в кружок по судебной медицине с 4 курса, и всё, великий хирург, ладно, пусть другие аппендициты режут, и ещё там что-то. Я умыл руки, чтобы потом выйти после операции, я сделал всё, что мог, снимая перчатки. Больной умер, ну, зачем мне это? Ну, как в фильмах показывают. Да, снять перчатки, я взял всё, что мог. Так что я не спеша подходил к столу, где лежало тихое бездыханное тело. То есть вот как бы новый виток моей социальной деятельности. Неожиданно. И проведению действительно было угодно максимально погрузить меня в смертную жизнь, выработать стойкий иммунитет к самому слову смерти, и в дальнейшем, много позже, конечно, направить на поиски жизни вечной. Хватит, надоело. Это, видите, это созерцать. После окончания, да, ординатуры по судебной медицине и защиты кандидатской диссертации на тему установления давности наступления смерти, вместо того, чтобы остаться на институтской кафедре и заниматься научно-педагогической деятельностью, о котором все мечтали, вот, остаться в институте на кафедре, представьте, преподавать. Девушки, молодые, я парень был, еще ничего, за чего-то надо сдавать, они тебя все любят. Причем один курс прошел, через полгода другие любят. То есть там вот любят все. Это, ну, рассадник. Я был любвеобильным человеком. Ну, так как-то я не могу отказать вот так сразу, только после. Вот, и... То есть было как-то очень интересно. И я не соблазнился, а мог бы ведь остаться. И мне предлагают возглавить новые направления в гражданской авиации по расследованию авиационных происшествий, связанных с человеческим фактором. Представляете, какая тут кафедра, какие тут эти самые доценты, будущее докторская, иду работать в новом направлении. Всё! В систему гражданской авиации. Мне сложно было вообще перейти из одной системы в другую. Потому что там был переход в другое ведомство. Это надо было там по министерствам ходить. Но я добился. Ну, помогли там кое-кто. Вот, добился, перешел в другое ведомство. Наконец-то я получил некую свободу и интерес к изучению человека. Вот, по-настоящему в экстремальных ситуациях. Представляете, вот как меня к этому подводило. Сколько искушений было. Вот. И я с радостью принял. Совершенно неожиданно, буквально упавшее с неба предложение. То есть на этой же кафедре работал Виталий Зайцев. Ему предложили это местным. Говорит, у меня докторская на подходе. Нафиг я туда пойду. Зачем она мне нужна? Я докторской. Ты иди, может ты подойдешь. Я пошел и подошел. Вот и все. С тех пор он связал свою судьбу, по сути, 73-74 года с авиацией. Сколько лет тоже? 50 лет, да? 50, да точно 50, видите? Вот. И нисколько не жалею. А что жалеть-то? Коль результат есть. Если бы не было результата, может быть и жалел. Вот. Это новое было направление вообще в системе гражданской авиации Советского Союза. Медикоэкспертное. Расследование тяжелых авиационных происшествий. Потом госавианазор СССР. С правом инспекции. Документы у меня все были. Мог войти в любой самолет и найти беспорядки. И сразу карать, составлять акты. Мне интересно было. Ну, документ был серьезный. Вездеход. Так что вот молодой был. И где-то вот с 25 лет, или с 24 лет я вот в этой системе. Ну, ладно. Это работа с постоянным расширением сферы деятельности. А я профессионально занимался, ей вот уже занимаюсь, ну, где-то в течение 50 лет. И последняя моя должность – это начальник отдела исследования летной деятельности Межгосударственного авиационного комитета. Отдел исследования летной деятельности. Я не летчик возглавлял отдел исследования летной деятельности. Это вообще нонсенс. Ну, а от летчика что летчик? Летчик, он даже если хорошо закончил академию с отличием, он только и знает. Штурвал от себя на себя и вправо-влево. Все. То есть от него ничего не получится. То есть нужен все-таки аналитический ум какой-то. Все-таки надо знать человека, а не только вот как рулить самолетом. Ну, и вот, наверное, меня вот волей судеб туда и назначили, как знающего человека. Вот я и человеком напрямую в экстремальных ситуациях столкнулся. Родилось принципиально новое направление, релятивистские концепции психической деятельности, основы интегральной психофизиологии. Вообще было интересно. Просто было интересно. Была интересная работа. Работа была интересная. Моя семья была нормальная. Спотом я занимался, стихи писал. А вот не понимал, днешний, зачем я живу. Вот к 90-му году я дошел до точки. А для чего я живу-то вообще? Чтобы умереть? Ну, все есть. Вот по советским меркам приличная зарплата была. Ну, нормально. На жизнь хватало. Но я не понимал самую малость. А смысле собственного существования? Для чего я появился на этот свет? Вот когда я нашел ответ на этот вопрос, и стал на путь в жизни, и все стало нормально. Понятно? Советую вам найти ответ на этот вопрос, и выстроить свою жизнь в направлении и реализации. Того, ради чего вы сюда пришли. Вот и все. Все достаточно просто оказалось. Вот дай еще что-то добавить к тому, что есть. Мне всегда на жизнь хватало. Мне больше ничего не надо было. Ни дачи, ни машины. В свое время, вот папа хотел там дачи, машины, была возможность, а мама говорил, нет, я маму благодарю, мама молодец, что у меня нет никаких отягощений. Что были такие, дачи, машина, боже мой, у меня два-три велосипеда, мне вполне хватает, в разных местах. И все, три велосипеда хватит. А? Нормально? Ну, куда бы ни приехала, сел на велосипед. И все, у меня вполне достаточно. Внутри. И вот теперь, где выдаешься, как мудро все и чудесным образом было устроено в моей жизни. Вот просто чудесным образом. А если вспомнить, сколько кажущихся препятствий и изломов было выстроено в семейной жизни, в творческой, в профессиональной, в спортивной, в человеческой любви, наконец. И все эти препятствия, а точнее их преодоление, помогали росту сознания. Я их преодолел успешно. Сознание росло, подспудный рост души был. И это исподволь подводило меня к отправной точке моей новой жизни. К началу реализации пути сознательной, духовной эволюции. Вот так. Вот все эти события. Чудесным образом. Я думаю, что у вас тоже, если вы ретроспективно поглядите куда-то в своё прошлое, поймёте, что ничего случайного в вашей жизни не происходило. Всё каким-то образом подводило вас к точке принятия решения, главного решения в жизни, чтобы вы реализовали своё истинное предназначение. Наверное, так. У большинства это уж точно. И мать абсолютно права, что кратчайший путь от одной точки до другой в нашей жизни – это вовсе не прямая линия. При взгляде на мир с точки зрения супраментального сознания, главное впечатление – это странность, искусственность. Этот мир нелеп, ибо он искусственен. Вот тот окружающий наш мир. Так вот, новое супраментальное сознание, проявляющееся в процессе реализации пути сознательной, духовной эволюции, так разительно отличается от обычного человечества, что никакие корректные в шкалах известного нам сравнения не способны передать это отличие. Каким же теперь видится окружающий мир? Да, действительно, мать абсолютно права. Мир искусственен во всём. Потому что то, что выстояно умом и интеллектом, оно искусственное. Это схемы. Жёсткие схемы. Они могут быть более-менее гибкими, но всё равно это жёсткая схема. Во всём. Начиная с нашей обыденной жизни, дома, с поведения. Всё схема. Роботизированная какая-то жизнь, искусственная жизнь. То есть, творческих моментов или вот свободы какой-то нет в этой жизни. Новое сознание так это видит. И действительно, люди постоянно на всех уровнях творят очевидные для тебя теперь глупости. Ты видишь, вот он делает глупость. Дома делают глупость, в окружении делают глупость, по телевизору показывают глупости. Ну, всякие вот эти сборища, в которых люди пытаются друг друга убедить в несостоятельности того, а в состоятельности другого. Люди, ну, каким глупостями вы занимаетесь? Какими? То есть, ты действительно смотришь на этот мир со стороны, где он кажется искусственным, нелепым, абсолютно нежизнеспособным. К чему он может привести? К тому, что приводят. Вот смотрите, что вокруг. Вот к чему приходит этот мир. Потому что в нём сегодня происходит. Действительно, он искусственный. Точка зрения человеческого эго всегда ущерба. Какими возвышенными убедительными словами она, эта самая точка зрения, не рассвечивалась, она всегда ущерба. Люди не понимают друг друга по причине того, что говорят на разных языках. То есть, каждый говорит на языке собственного эго. Эго может быть индивидуальным, да, где вы в семье друг друга не понимаете. Может быть, коллективным, какие-то организации, тоже эгоистические. Одна организация, другая, с кем-то спорят, думают найти в споре какую-то истину. Ну, ты видишь, это нелепица, видишь эти глупости. Видишь, но никак не реагируешь. Чего реагировать-то? Ну, если это так. Вы поняли, да? Ну, поначалу это как-то вот бывает не очень уютно быть в этом мире. Но потом, понимаешь, другого тебе никто пока не предложит. Поэтому будь, делай себя. И люди в их заученных движениях, речах, поступках уж очень напоминают персонажа театра марионеток. Театра марионеток, свято верящих при этом в свою самостоятельность в движениях и там в словах. На самом деле, это театр марионеток. То есть, людей дёргают за верёвочек какие-то воли, ну, разные самые, дунные, враждебные, но дёргают. То есть, люди сами не знают, почему они поступили так, а не иначе. Не могут объяснить, объяснение не находят. Амбициозные, эгоистичные персонажи – это театр жизнь, легко управляемы враждебными силами, силами противными духовной эволюции. Эти тёмные силы делают людей своими верными марионетками, творят через них свои непотребные дела, творят везде и всюду, будь то семья, страна, народ, человечество в целом. Непотребства. Но они очевидны. Супраментальное сознание позволяет совершенно по-новому, совершенно по-новому, не только видеть окружающий мир, но и по-новому к нему относиться. Без возмущения, а с добрым, не злым, не саркастическим юмором. Ну, становится как-то смешно. Смерти нет, да? Ну, если нет смерти, то всё происходящее в этом мире, оно действительно, ну, смешно. Хотя смерть-то есть, она кусит, берёт свою дань. В любом случае, не та самая смерть, которая насильственная. Вот любая, вы же всё равно помираете. Да, ну, что же, печалится по этому поводу, если вы всё равно помираете. Ну, улыбаться остаётся. Понятно, что печалится, если всё равно помрёте. А? Или вы печалитесь, потому что всё равно помрёте. Нет? Не надо, не надо, ребят. Мы победим эту заразу. А? А что вы так воодушевились, да? Я вас воодушевил на подвиг. Победим, конечно. Ну, сколько можно-то вот дурака валять? Встретимся, так же, как здесь-то. Так у нас пару человек туда ушли. Ну, ушли, они меня порадовали, хорошо уходили. Вот, и я им говорю, там, приготовьте зал, там где-то найдётся местное. Да-да, всё сделаем. Значит, найдут. А что вы живёте? Ну, удобный, хороший. Ну, я думаю, там найдётся что-нибудь светлое. Да? В этом мире. Ну, ладно. Здешние нелепицы происходят от того, что мы пользуемся искусственными средствами. Любой идиот, имеющий достаточно широкий доступ к ним, приобретает большую власть. А в супраментальном мире, чем большим сознанием ты обладаешь, чем глубже ты проник в суть вещей, тем больше твоя власть над субстанцией. И это есть настоящая власть. Но надо сказать, что в этом мире судьба людей, как свои собственные, так и чужие, решают сами же люди, почивающие во всём своём эгоистическом великолепии. Чистолюбивые, агрессивные, алчные, завистливые, трусливые, хитрые. Ну, ещё можно эпитетов добавить. Так вот. А потому окружающий мир со всем его хаосом есть прямое отражение эгоистического сознания людей, и предъявлять к нему какие-либо претензии глупо, ибо ты сам в меньшей или в большей степени есть творец этого мира, и он находит в тебе отражение. В тебе. Все присущие этому миру слабости и то, против чего ты негодуешь, обязательно есть в тебе. Потому что ментальное сознание неочищенное, оно несёт в себе все прелести и гадости, не знаю, вот того, что нас окружает. Ну, это так, надо честно признать. До момента становления на путь уж точно. Дальше, по мере избавления вас от ряда нелицеприятных качеств, сознание очищается, тогда вы всё как-то меньше отождествляетесь с этим миром. И действительно, как говорит мать, любой идиот, любой земной паранояльный правитель, имея соответствующие средства, власть и силу, способен поработить людей, развязать от имени Бога кровавую бойню, пленить сознание легковедных утопическими идеями, гнать их на борьбу с надуманным врагом. Ну, это понятно. Любой идиот, обладающий средствами, это сделать. И мы это видим. А супраментальный мир – это мир будущего, мир духовно-могущественных людей, которые находятся на одной территории. На какой территории? На территории Божественной Души. Это одна территория, где нет разделения эгоистического. Понятно, наверное. Где каждый человек на своём месте поставлен туда проведением и с благословлением его вершит тот труд, ту работу, которую умножает общее благо. На самом деле, так достижимо ли это в ближайшем будущем в нашем физическом мире, в нашем физическом мире весьма сомнительно. Весьма сомнительно. Пока сознание людей не изменится, это, в общем-то, пустая философия. Эволюционный очистительный катаклизм или квантовый скачок эволюции, безусловно, изменит мир, физический мир, изменит сознание. И на новой земле, под новыми небесами уж точно воцарится новый супраментальный человек или настоящий человек, если хотите. Потому что настоящего человека ещё не было. Вот один был, приходил 2000 лет тому назад, завещал нам, что надо делать, чтобы появлялись настоящие люди. Они появлялись, но в небольшом количестве. В основном, ну, на Руси, да? Так что давайте умножим число прихожан этого нового мира. Будет нормально. И человек, как следующая ступень божественной эволюции, должен проявиться новый человек. Посеять семена будущего в нынешнем земном человечестве. Это главная задача каждого искреннего искателя истины. То есть, главная задача нас с вами. Продолжение следует...